К нам сейчас включается в прямой эфир Ариф Юнусов, руководитель департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Азербайджана. Здравствуйте, слышно ли дождь? Добрый день, прекрасно слышно. Да, Ариф, ну поскольку вы занимаетесь профессионально как раз конфликтологией, как вы видите, какой способ урегулирования этой уже продолжающейся несколько дней войны? Мне, наверное, лучше сказать не как я вижу, а что, скорее всего, может быть и, вероятнее всего, будет, потому что исходить надо из того, что решение конфликтов это дело и прерогатива глав государства. Скорее всего, хотя эти события, то, что вы сейчас показали, обстрелы, кстати, не только Ганджава подверглась обстрелу. Тер-Тер город. Несколько городов, и Тер-Тер, и Барда, и Белаган. То есть, это было сразу несколько обстрелов. Это, скорее всего, ответная реакция армян на вчерашние большие неудачи. Когда Азербайджанская армия развернула наступление, ввела в бой резервы, развернула наступление и добилась успеха на северном направлении, где был разгромлен 77-й танковый батальон армян. Они отступили в Агдаря. И окружены части 5-го горнострякового полка в самом Агдаре. А город Мадагис, он был взят. Там был водружен азербайджанский флаг. И город, даже указав президент, был переименован в свое название Сугабушан. Это, конечно же, вообще по всей линии фронта идет наступление азербайджанских армий. И вот это последнее вчерашнее событие на него, и вот это стало ответом удары по этим городам. Что может быть? Скорее всего, скорее всего, в ближайшее время мы можем видеть более активную роль России в регионе. И, скорее всего, в ближайшее время я лично ожидаю переговорный процесс в плане ввода войск в качестве миротворческих российских в зону региона. Это, собственно говоря, старая идея. Она всегда была актуальна. Но особенно возникла повестка дня после апрельских боев 2016 года. Так называемый модернизированный план Лаврова. Смысл которого сводит к тому, что, значит, поэтапно армяне возвращают от Азербайджана пять районов, оккупированных районов вокруг бывшего НКО. Значит, возвращаются туда азербайджанцы, а между армянами и азербайджанцами будут миротворческие войска. Конкретно российские войска. Вот, скорее всего, вокруг всего этого и будут идти сейчас события. Если обратить внимание, что еще недавно, например, Никол Пашинян с порога отвергал эту идею. То сейчас он уже несколько иначе подходит и говорит, что можно рассматривать этот вариант в рамках переговоров Минской группы. То есть не отвергает уже эту идею. И, скорее всего, мы в ближайшее время услышим о начале переговоров под эгидой Москвы, ну или официальной Минской группы вокруг этого. Да, но при этом Москва в лице Путина, Париж, Макрон и Вашингтон, Трамп на этой неделе, в четверг, вот я уже задавал этот вопрос вашим коллегам, цитировал, заявили о том, что прекращение огня без выдвижения предварительных условий, а Азербайджан эти условия выдвигает, и возобновление переговоров по существу урегулированию. Никакой реакции Баку на это не было, зато президент Эрдоган, выступая в парламенте, резко раскритиковал идею прекращения огня без возвращения территории Азербайджану. Это я вот цитировал, напоминал о событиях этой недели уходящей. Почему не было никакой реакции Алиева на это, и возможно ли при нынешней конфликтной ситуации его переговоры с Пашиняном? Во-первых, тут речь идет о том, что Турция хочет играть более активную роль, и чтобы не только российские войска присутствовали в регионе в качестве миротворческих, но и турецкие. Вопрос еще с этим связан. И мы многое не знаем, мы судим по айсбергу, потому что мы слышим. Это то, что именуется айсбергом. А вот то, что скрыто, это конфиденциальные переговоры среди дипломатов на дипломатическом уровне, на уровне глав государства, это от нас скрыто. Но одно ясно, что, скажем, Пашинян три раза звонил Путину, и ни разу звонков Путина с Алиевым не было. Это во многом тоже показатель, говорящий о том, что, в общем-то, предварительная договоренность между, скажем, я полагаю, между Алиевым и Путиным уже была и есть. Здесь вопрос Пашиняне, скорее всего. А все остальное, то, что говорят, без предварительных условий, я полагаю, что это просто часть дипломатической риторики. Я более чем уверен, что в ближайшее время, скорее всего, боевые действия начнут постепенно стихать. И мы услышим о, пускай начальной фазе осторожен, но переговорный процесс будет возобновлен. Ну, это хороший очень прогноз. Будем надеяться, что так и будет, как вы об этом заявляете. Если говорить о международном сообществе, можно ли, ну, по вашим данным, какие сегодня союзы вокруг Азербайджана образовались в мире и вокруг Армении? Ну, в этом вопросе существует определенная сложность, потому что формально, если подходить, скажем, кто поддерживает Азербайджана? Ясно, что Турция, ясно, что Пакистан. Это страны, которые открыты и сразу об этом заявили. Более или менее симпатии относится, скажем, Украина. Хотя четких движений в этом направлении нет. Что касается остальных, то, скорее всего, они заняли более выжидательную позицию. Или позицию, скажем так, нейтралитета. Это касается и Грузии, это касается и других стран. Россия – это главный игрок в нашем регионе. Поэтому не столько играет роль, как к Азербайджану или Армении относятся другие страны, как вот этот момент важен. Какова будет позиция России? Разумеется, Армяне поддерживают сейчас, как мы видим, в основном мы видим это Франция, в первую очередь. Но если брать на государственном уровне, на государственном уровне, пока что такой ярко выраженной поддержки я не особенно заметил. Пока что мы только видим предложение основных игроков в регионе, в лице, скажем, Франции, Соединенных Штатов и России, что прекратить боевые действия, начать переговорный процесс. То есть мы должны говорить о них. А другие страны, которые что-то говорят, заявляют, они ведь в регионе не играют роли. То есть принять участие активно в боевых действиях, или не в боевых действиях, а в какой-то форме занять какую-то позицию они не смогут. Мы должны говорить только о роли, в данном случае, если говорить о других странах, это Россия, Соединенные Штаты и Франция. Франция это как представитель Евросоюза, Соединенные Штаты понятно. То есть основные страны Минской группы. Спасибо. Спасибо Арифью Нусов, руководитель департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Азербайджана. С нами сейчас на связи Микаэль Золян, депутат парламента Армении, политолог. Мы, напомню, даем высказаться всем сторонам этого конфликта, не занимая ни чьей позиции, ни чьей стороны. Михаэль, добрый день. Здравствуйте. Слышно ли студию «Дождя»? Здравствуйте, Михаэль. Здравствуйте. Слышу с помехами, но слышу. Здравствуйте. Ну вот несколько уже часов сегодня утром и вчера, и мы видели это в репортаже Митейловского, в последние дни происходили бомбежки Степанакерта. Сегодня эпицентр сменился в азербайджанский город Гянджа, по которому тоже ударили военные силы. Вы какое разрешение конфликта видите для себя, как вы считаете, и для Армении, и для Азербайджана? Ну, знаете, здесь нужно разделять конфликт в целом, то есть как вот то, что называется Карабахский конфликт, которому 30 лет, и ту войну, которая началась 27 сентября. При всем том, что существовало много проблем, много противоречий, до 27 сентября люди жили в своих домах, молодые люди не погибали, никто... были, конечно, инциденты на границе и на линии контакта, но то, что началось 27 сентября, это очень конкретная военная операция, которая проводится по приказу двух очень конкретных людей. Диктатора Азербайджана Ирхама Алиева и не меньшего диктатора Эрдогана, который его поддерживает и поощряет. Поэтому здесь все понятно. Эта военная операция должна прекратиться, ее начинали не военные силы Арцаха и не военные силы Армении. Это военная операция, которая предпринята режимом Алиева с очень конкретными политическими целями, и которая поощряется режимом Эрдогана с тоже очень конкретными политическими целями. А какие они политические? Я вам скажу, для режима Алиева это вопрос политического выживания, потому что внутри страны у него очень серьезные проблемы, экономические, проблемы демократической легитимности, проблемы с собственным населением, которые не на вы. В принципе, режим Алиевых, сначала отца, а потом сына, существует с 1993 года. И естественно, что сейчас, когда упали цены на нефть, когда проблемы с ковидом и вот все остальное, то Алиеву нужна такая маленькая победоносная война. К сожалению, как мы видим, она немаленькая и тем более непобедоносная для режима Алиева. А Эрдогана взаботит другое. Эрдогану нужно вытеснить из Южного Кавказа Россию по возможности. Он понимает, что, конечно, полностью вытеснить Россию ему не удаст. В результате всего, что происходит, он хочет потеснить Россию. В частности, он хочет разрушить формат минской группы ОБСЕ. Как вы, наверное, знаете уже, Россия – это один из сопредседателей минской группы. И вместе с Францией и США имеет очень важную роль в мирном процессе, в Нагорном Карабахе. Эрдоган пытается вытеснить минскую группу ОБСЕ из процесса урегулирования и разрушить этот формат, и, естественно, вместо этого создать какой-то новый формат, в котором уже он будет играть основополагающую роль. Для этого затеяна вот эта новая война, и из-за этого погибают люди, к сожалению. Если говорить об отношениях Путина и Эрдогана, они несколько раз переживали то взлеты, то падения, все время оставались неровными. Как вы считаете отношения Москвы и Анкары? Какими будут после этого конфликта, который, надеемся, скоро очень закончится? Ну, вы знаете, я думаю, это вопрос скорее к моим коллегам из, например, Госдумы, которые все-таки отвечают за политику России. Мне кажется, что здесь есть очень очевидная цель со стороны Турции. Об этом я уже говорил. И здесь Россия просто должна оценивать ситуацию и поступать в соответствии со своими интересами. В этом плане, я думаю, интересы и Армении, и мирового сообщества, и вообще всего региона совпадают с интересами России, потому что ни Армении, ни России, ни Карабахцам не нужна эта война, никому не нужно вот это участие Эрдогана, которое проявляется в посылке войск, вооружении и так далее. И тем более никому не нужно участие джихадистов, наемников из Сирии, из Ливии, возможно, из других конфликтных зон. Об этом уже достаточно много говорилось. И участие вот этих наемников в конфликте, оно фактически приводит к тому, что происходит импорт нестабильности из Ближнего Востока в постсоветское пространство. То есть вот все эти вещи, которые мы видели в Сирии или в Ливии, теперь все это происходит на Южном Кавказе или в Закавказе. Это все происходит на территории фактически бывшего Советского Союза. И я думаю, что это очень серьезный вызов для всех нас. И я думаю, что необходимо принимать меры, чтобы это все прекратить. Эти меры когда будут предприняты, как вы думаете? Вот предыдущий ваш коллега говорил о том, что довольно скоро вся война остановится и все-таки будет урегулирована и найдут из нее выход. Вот по вашим ощущениям, прогнозам, пониманию ситуации, когда может быть остановлено вот это кровопролитие, которое мы наблюдаем с 27 сентября? Вы знаете, я, конечно, надеюсь, что кровопролитие будет остановлено прямо сейчас. Но реально, к сожалению, мы видим, что Алиев, он ведет себя как такой игрок, который уже много проиграл, но вместо того, чтобы выйти из игры, он поднимает ставки. Это мы видим, в частности, в том, что начала обстреливаться гражданская инфраструктура, начали обстреливать населенные пункты, начали обстреливать журналистов. Это говорит о том, что Алиев считает, что ему нечего терять и пытается как бы поднимать ставки. И, к сожалению, это означает, что остановить войну прямо сейчас вряд ли удастся. Но в целом это зависит от двух факторов. Это зависит от боеспособности вооруженных сил Арцаха, и это зависит от активности, дипломатической активности Арцаха, Армении, стран-посредников. Есть много способов, есть богатые инструментарии и военные, и дипломатические. И если этот инструментарий будет задействован, я думаю, что есть надежда, что за несколько дней удастся прекратить все это, что происходит. Потому что если затянутся бои, то это уже чревато абсолютно непредсказуемыми последствиями. Потому что, как я уже сказал, здесь фактически участвует Турция. И я просто не хочу сейчас подробно говорить о том, куда все это может привести. Микаэль, есть ли какие-то официальные данные со стороны Армении, ну, раз вы депутат парламента Армении, по потерям среди мирного и военного населения? Вы знаете, мы сейчас, понятно, что данные по потерям уточняются. На данной ситуации, на вчерашний день, насколько я понимаю, было около 200 военных и десятки мирных. На армянской стороне военные потери намного меньше, чем на азербайджанской, потому что азербайджанская армия наступает, и там буквально уже речь идет о тысячах потерь. Тем более, что там воюют не только граждане Азербайджана, но и вот эти джихадисты, которых просто используют как кушечное мясо, и они идут в атаку, их уничтожают сотнями. Но, конечно, я думаю, что реальная картина по потерям будет полностью понятна только когда установится перемирие. Спасибо, Микаэль Залян, депутат парламента Армении. Политолог был на связи с Дождем. Сейчас к нам присоединяется Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджанской республики. Расим, здравствуйте, слышно видождь. Здравствуйте, я вас слышу. Есть ли, вот мы сейчас спрашивали у коллеги вашего из Армении, вам хотим тоже этот же вопрос задать, о том, что, в общем, весь мир больше всего волнует. Это какие потери сейчас, какие цифры какие-то официальные, сколько в результате этой войны, которая уже неделю идет, погибло человек в Азербайджане, в Америке и мирного населения? Знаете, я еще примерно 29 лет тому назад, начинались когда переговоры, мы еще войны не было, пытались достичь мирного регулирования. Я был советником президента и вел переговоры с азербайджанской стороны. Отец Михаила Заляна, Сурен Залян, тогда был председателем комиссии по международным отношениям парламента Армении. И мы вели тогда диалог. И я очень сожалею, что тогда, когда еще не было войны, именно из-за завышенных требований Армении, сводившись к тому, чтобы оторвать кусок территории от Азербайджана, все это дело закончилось войной в 92-м, 93-м году, и сейчас эта война продолжается. Первая война вынесла примерно 20 тысяч, по разным оценкам 20-25 тысяч человек, потому что примерно 5 тысяч человек числилось как без вести пропавшие. Но и сейчас есть жертвы. Конечно же, есть жертвы и среди военных, и среди гражданских лиц. Ну, последняя бомбардировка Гянджи, и там погибшие и раненые. Мне пришлось, я представляю городской округ, ну, это спальный район Баку, там где-то примерно 200 тысяч населения живет, и мне уже приходилось посещать. Вот один человек, он пошел добровольцем на фронт, и буквально через несколько дней погиб единственный сын водителей. Во второй семье, они не мои избиратели, это беженцы из Физулей, тоже сын, уже был контрактник, воевал, и в первой жизни войны погибшие. Таких погибших есть в каждом районе. Ну, я уверяю вас, что цифры потерь с азербайджанской стороны вовсе не такие фантастические, как это пытался представить коллега Микель. Ну, давайте здесь без эмоциональных оценок, я исключительно про официальные данные. Вот они есть сейчас у Азербайджана или нет? Есть, конечно, эти официальные данные есть у Министерства обороны. Они в условиях военного положения не считают нужным, и сегодня объявлять цифру. Но они будут, конечно же, известны. Если говорить о том, что сегодня в Гянджи произошло, говорили о том, что про аэропорт, что, ну, Нагорно-Карабахская сторона написала о том, что военный аэропорт, цитата, взлетел на воздух. Я хотел у вас спросить, был ли все-таки удар по военному аэродрому со слов нашего коллеги Василия Полонского, который там работает, нет, и он общался с директором этого аэропорта. И все-таки по каким районам были нанесены удары, по каким военным объектам, и какие мирные районы, гражданские районы города затронули эти авиаудары? Ну, вы сами видели, был репортаж из центра Гянджи, в чем там застройка начала прошлого века. Это, в общем, старая Гянджа. И какой там в аэропорт увидели? Разрушено целый квартал посредством бомбардировки, и там ничего военного нет. Точно так же осуществлена идет непрерывная бомбардировка города Тар-Тар. Там в день чуть ли не до тысячи снарядов и мин ложится на этот город. Бейлоган, в котором произошла бомбардировка, и погибли женщина и ребенок. Так что идет, да, к сожалению, потери среди гражданских лиц. Есть, но я думаю, что ничего не остается без возмездия. Ну, будем надеяться, что возмездия никакого не будет, и все-таки конфликт будет не все-таки, а он будет решен дипломатическими методами. Вот про них как раз вам последний вопрос хотел спросить. Алиев собирается с Пашиняном встречаться и разговаривать? Знаете, о чем разговаривать? Алиев с Пашиняном неоднократно встречался, и я думаю, что Алиев потерял доверие к этому человеку. Потому что он говорил одно, делал второе. И я думаю, что такое доверие к нему потеряно и в Москве, и в других столицах. Этот человек постоянно говорит то, что ему взбредет в голову, и не лишен, я думаю, что чувство государственной ответственности. Он просто не соответствует тому посту, который волей судьбы и обстоятельствами он сейчас занимает. Что же касается миротворцев, о которых говорили до меня. Для того, чтобы миротворцы вошли куда-то, нужно, чтобы стороны разъединились. И для этого, если кто-то думает, что Азербайджан согласится на ввод миротворцев, за спиной которых будут армянские вооруженные силы спокойно сидеть на оккупированных азербайджанских землях, и еще сто лет, скажем, готовы вести бессмысленные переговоры, этого не будет. Любое мирное регулирование начнется с того, что армянские вооруженные силы должны покинуть оккупированные территории Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха. Есть ли кого-то... Да-да-да, Расим, я понимаю вашу позицию, но хотел вам задать вопрос в связи с заявлением трех стран. Это США, Франция и Россия, которые заявили о без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу регулирования. То есть без предварительных условий, о которых сказали вы, освободить территорию. Как тогда вы видите это разрешение конфликта после этих заявлений Макрона, Путина и Трампа? Они заявили, мы выслушали, и ситуация остается такой, какой мы с вами наблюдали. То есть для вас эти заявления и для президента Алиева ничего не значат? Ну что они означают? Что возьмите, остановитесь, и это же практически невозможно. Для того, чтобы остановить войну, нужны определенные предварительные договоренности. И эти договоренности включают вывод армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий. Спасибо. Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджанской республики, был на связи с Дождем. Айк Халатян, надеюсь, я правильно ударяю и произношу фамилию, если что, прошу прощения. Политический обозреватель Армении сейчас выходит с нами на связь. Айк, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас ваш, ну не ваш коллега, это был депутат азербайджанского парламента, тем не менее он заявил о том... Я его хорошо лично знаю, господина Мусабекова я хорошо лично знаю. Ну тем более, да. Вот господин Мусабеков заявил о том, что США, Франция и Россия заявили, ну и что? А мы не услышали. И дальше предъявляем главный вопрос, главное требование это вот освободить территории оккупированного, как считают в Азербайджане, Нагорного Карабаха. Как выйти из этой ситуации? Если три страны, сопредседатели Минской группы ВБСЕ заявляют о том, что немедленно все остановить без каких-либо требований, Азербайджан говорит про то, что требования сначала нужно выполнить. К сожалению, я в определенной степени соглашусь с господином Мусабеком, что да, страны сопредседатели заявили, но Азербайджан как ранее не хотел выполнять их призывы к миру, к внедрению механизма расследования инцидентов на передовой, так и сейчас продолжают бои. И, к сожалению, практика показывает, что официальный Баку понимает язык силы. И сейчас армянские вооруженные силы на передовой пытаются донести до Баку, что военным путем этот конфликт ему никогда в жизни не решить, как это было в 1994 году, так и сейчас. И, как мы видим, после таких событий в Гяндже и всем остальном, что люди, которые браво аплодировали в азербайджанских соцсетях по ударам, уничтожению Степанакерта и других населенных пунктов Арцаха, сейчас в панике обвиняют Армению в том, что почему вы наносите удары по Гяндже. Извините, во-первых, удар был нанесен, к слову, я хочу господин Павловскому Василию, которого тоже лично знаю, сказать, что удар был нанесен не по гражданскому аэропорту Гяндже, а по военному аэродрому. Это две разные вещи. Вот, давайте уточните, потому что мы тоже, мы спрашивали у Васи, есть второй аэропорт военный в городе? Да, да, это очень известный, старый, еще с советских времен, военный аэродром, который никак не связан с гражданским аэропортом Гяндже. И во-вторых, война, армянская сторона предупреждала. Вот сейчас даже президент Арцаха опять сказал, что мы останавливаем огонь, ну давайте вы не селять по мирным городам. Кстати, я напомню, что даже ваш журналист уже несколько дней, который находится в Степанакерте, наглядно показывал, что творится в Степанакерте, что из реактивных систем залпового огня обстреливаются в Степанакерте, но и другие города, где он был. К слову, помните, ранения французских журналистов, это тоже было в мирном населенном пункте. Поэтому, повторюсь, сегодняшние события должны показать азербайджанскому обществу, что, знаете, война, которую вы так радостно аплодируете и так радостно призывали, это не там далеко за горами. Эта война может прийти к вам домой, и она придет. Ну, давайте без призывов, пожалуйста, мы все-таки сохраняем здесь дипломатический тон. Я тоже, я замер, я против того, чтобы населенные пункты обстреливались, вот поэтому я очень надеюсь, что официальный Баку прислушается к призыву президента Ацаха, который приказал воздержаться от каких-либо ракетных и артиллерийских ударов по населенным пунктам обеим сторонам. Но если обстрелы армянских городов продолжатся, извините, армянская сторона будет отвечать. Это я, как гражданин армянин, буду требовать от властей Ацаха, чтобы они хоть как-то отвечали и защищали мирных жителей Ацаха. По каким городам Армении были нанесены удары? Степанакерт несколько дней, понятно. Какие еще? Потому что в Азербайджане, вот перечисляли наши участники сегодняшнего эфира из Азербайджана, несколько городов, и Гянджи, и... Белаган. Да, другие несколько городов. Какие армянские города затронул этот военный конфликт? Хочу напомнить, пожалуйста, вашим зрителям. Они, наверное, не в Коте. В Белагане расположен аэродром, где базируются военные вертолеты азербайджанской армии. Поэтому, как и говорил, в Гянджи это очень важный военный аэродром, поэтому наносят удары по военной в основном инфраструктуре. Если что-то попадает в гражданские районы, то это уже не специально. Это война, это получается. Что касается, смотрите, армянской стороны. В Арцахе нет ни одного населенного пункта, который не подвергался бы ударам. Это и столица Степанакерт, и Мардакерт. Эти два города уничтожаются последние два дня. Целенаправленно идет уничтожение всей инфраструктуры этих городов. Мартуни, Гадру, это все крупные города Арцаха. Напомню, что в первые дни был также нанесен артиллерийский удар с помощью беспилотников по городу Вар-Тенис, где погибли двое гражданских лиц. Это уже территория Республики Армении. Близи с Арцахом через него идет дорога в Арцах. Поэтому удары, и если азербайджанская, я очень надеюсь, что все-таки ума хватит у азербайджанской власти не только остановить огонь по Арцаху, но и не вздумать нанести удар уже и по территории Республики Армении. Потому что это чревато еще большим разрастанием конфликта и выходом конфликта еще на более высокий уровень. Спасибо. Айк Халатян, политический обозреватель из Армении, был на связи со студией «Дождя».